Всем привет, друзья! Сегодня будем рассматривать рубли и русские копеечки. Начнем с копеечки, друзья. Итак, цена у нее очень большая. Итак, и есть разновидности, мы сегодня все рассмотрим. Как видите, у меня 10-копеечные монетки вот так выставлены. Вот эти обычные, а эти уже, друзья, редкие идут. Итак, давайте рассмотрим, цена может отличаться, выше быть. Выше, потому что мы будем рассматривать по каталогу. На аукционы, соответственно, проходы выше. Итак, начали выпускать эту копеечку, друзья, в 97-м году. Итак, есть два разновидностя, два чекана. Это Санкт-Петербург и Москва. Монеточка в этом году стоит от 40 рублей до 200 рублей, друзья. Не очень дорого, но все же не одна копеечка. Итак, самая дорогая это Санкт-Петербургского чекана, друзья. И тоже все зависит, конечно, от монеточки вашей, от сохрана и все тому подобное. Также обратите на браки. Если есть браки, эта монеточка стоит денег. Итак, 98-й год. 98-й тоже чеканилась и Московский, и Санкт-Петербург. Итак, монетка от 30 рублей до 200 рублей. 99-й год. Также Московский и Санкт-Петербургский чекан, друзья, есть. Такая монетка от 30 рублей до 200 рублей. 2000-й год, друзья. То же самое. И по ценам тоже самое. От 30 до 200 рублей, друзья. 2001-й год, друзья. От 20 рублей до 150 рублей, друзья. Это, наверное, потому что чекан очень большой был тираж, друзья. Итак, и подходим медленно к самому интересному, друзья. 2002-й год. Есть две разновидности московского чекана и одна разновидность Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург от 30 до 150 рублей. Московский чекан. Есть наклонная буква М. В конце я вставлю картиночку. Сделайте себе скрин или как там. И будете себе рассматривать, какая у вас именно разновидность. Дорогая или нет. Итак, наклонная буква М. От 20 до 100 рублей. И прямая буква М. Вот это уже очень интересно. От 2000 до 4000 за монетку. Одну копеечную. Но есть, конечно, цена подороже. Сейчас мы все, друзья, рассмотрим. Итак, 2003-й год. Здесь Санкт-Петербург, Москва. От 20 рублей до 150 рублей. Это 150, это в очень хорошем состоянии монетка, друзья. 2004-й год. Две разновидности Московского чекана есть. У коня обычные поводья от 20 до 100 рублей. И у коня двойные поводья, друзья. Я картиночку оставлю вам в скрин. Потом сделаете, будете рассматривать свои монетки. Итак, с двойными поводьями, друзья, от 400 до 1000 рублей, друзья. Ну и Санкт-Петербург в этом году тоже чеканилось от 30 до 150 рублей, друзья. 2005-й год. Буква М повернута влево. 20-100 рублей. Московский чекан. Буква М повернута вправо. Или смотрит ровно под копытом коням, друзья. От 300 до 500 рублей, друзья. Вот такие монеточки я бы советовал отставить. Они подорожают цене. Потому что не так их и много. Санкт-Петербургский чекан от 30 до 150 рублей. 2006-й год. Здесь все очень просто, друзья. Есть два чекана. Московский и Санкт-Петербургский. Стоит от 20 до 150 рублей. Напоминаю, если ваша монетка убитая, она ничего не стоит, друзья. Если, конечно, это неинтересная разновидность. Если брак и интересная разновидность, конечно, эта монетка даже убитая будет стоить хороших денег. Итак, 2007-й год. Здесь тоже ничего сложного нету. От 10 до 100 рублей. Массовый чекан очень был, друзья. Итак, 2008-й год. Здесь уже есть две разновидности. Буква М. Московский чекан. Дальше от копытца. От 10 до 50 рублей. Ближе к копытцу. От 300 до 500 рублей. Вот это очень интересно. Я бы такую монеточку отставил, если она у вас в кошельке есть или у копилочки. Санкт-Петербург. От 20 до 100 рублей, друзья. Чекан. Итак, плавно подходим к самому интересному. 2009-й год, друзья. Здесь тоже два чекана. Московский Санкт-Петербург. От 10 до 200 рублей. Стоит. Напоминаю, цены, друзья, за хорошее качество. Если монетка убита, она у вас ничего не стоит, друзья. Или с окислами там и все такое остальное. Если, конечно, это неинтересная разновидность или без брака. Итак, одна копеечка 2011 года. Здесь тираж очень маленький был. И только Санкт-Петербург, друзья. Здесь ничего сложного, ни разновидностей никаких нет. Но монетка стоит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Довольно хорошо за одну копеечную монетку. Если у вас они сохранились, обязательно пересмотрите, друзья. Пересмотрите свои монетки. Может, вы очень богатый человек. С одной копеечки можете выручить 200 тысяч рублей. Итак, 2014 год, друзья. Здесь тоже только московский чекан. Один это такой, знаете, уже конец чеканки. Потом уже перестали чеканить. Итак, стоит от 30. До 150 рублей. Ну и вот потом следующий год чеканки. Это 2017 год. Здесь тоже только московский чекан есть. Тоже монетка довольно дорогая. От 3 тысяч до 5 тысяч рублей, друзья. Обязательно пересмотрите все монетки. Эти рассмотрим в следующих видео, друзья. Обязательно вот сейчас пересмотрите свои однокопеечные монетки. В копилочке или где-то в кошельке они у вас завалялись где-то. В общем, монетки такие. По-любому. Есть у каждого. Или у многих, друзья. Даже вот так, знаете, я же живу в Украине, а не в России. Видите, у меня тоже довольно много рублей. Итак. И сейчас, друзья, я вставлю картиночку. Обязательно по разновидностям, которые я рассказывал. Сделайте себе скриншот. Посмотрите. И будете вот с этим скриншотом сразу разбирать вот эти монетки, которые я говорил, что есть у них разновидности. Ну, а в следующей серии рассмотрим, друзья, вот 5-копеечную монету. Здесь тоже довольно дорогие цены. Ну, максимум стоит 300 тысяч рублей за монетку, друзья. Ну, это, конечно, довольно много за монетку. В общем, друзья, вот такие, друзья, дела. Всем счастья, удачи. Обязательно найдите в своем кошельке в копилочке очень дорогую монетку. Разбогатейте. Пока-пока.